всем привет друзья сегодня я хочу рассказать вам рецепт приготовления очень вкусного и любимого в нашей семье шашлыка шашлык получается настолько вкусным что мы его съедаем как говорится в миг он получается очень сочным и ароматным за счет ингредиентов которые я применяю в своем любимом рецепте шашлык мы будем готовить из свинины вот у меня есть мясо общей сложностью где-то около трех килограммов здесь у меня и свиная шея и кострец и лопатка свиная все мясо мы хорошенько промываем перед приготовлением срезаем различные ненужные вещи будь то плева или грубые куски сала и нарезаем на кусочки с размером где-то примерно как два грецких ореха для приготовления этого замечательного шашлыка также нам понадобятся следующие ингредиенты нам необходимо будут маринованные помидоры также мы возьмем две столовых ложки винного или яблочного уксуса еще нам понадобится 100 миллилитров маринада в котором находились эти помидоры возьмем две столовых ложки без горки соли также нам понадобится чайная ложка паприки чайная ложка черного молотого перца и по чайной ложечки сушеных укропа и базилика соль смешиваем со специями и хорошенько просаливаем наше подготовленное мясо затем мясо хорошенько перемешаем добавим сюда винный уксус добавим рассол из помидоров и еще раз хорошенько перемешаем после чего мясо мы оставляем в сторонке и приступаем к помидорам единственное что нам необходимо сделать это удалить грубую кожицу и размять мякоть помидоров после чего мы его добавляем в мясо и еще раз хорошенько перемешиваем отправляем в холодильник где-то на час полтора а в это время займемся разведением огня дождемся пока дровишки прогорят и превратятся в угли которые будут покрыты белым пеплом в это время мы выкладываем мясо плотненько на решетку для гриля или же на шампура как вам удобней и как вам больше нравится и я отправляю решетку на угли готовлю я шашлык обычно на таком вот мангале изготовленный из газового баллона в нем отлично получается шашлык так как можно накрыть крышкой и еще довести его до готовности обдавая дымком пока шашлык находится на углях я обычно приготавливаю еще лаваш в который помещают три вида сыра это твердый сыр типа российский или голландский сулугуни и брынза эти все виды сыров я измельчаю на крупной терке добавляю немного домашней сметаны и измельченной зелени после того как шашлык наш готов а это можно проверить протыкая кусочки мяса ножом если из него сочится прозрачная жидкость шашлык абсолютно готов моя интересная фишка может вам понравится снимая шашлык с мангала я выкладываю его в жаропрочную посуду наливаю в нее две столовых ложки пива и отправляю в микроволновку на 5-7 минут после всех этих манипуляций наш шашлык приготовлен идеально последним стрижком мы добавляем готовому шашлыку немного маринованного лука конечно же у каждого уважающего себя мужчины есть свой любимый рецепт но все-таки надеюсь если вам захочется приготовить и удивить своих гостей шашлыком по моему рецепту я буду очень рад так что кому понравился мой рецепт ставьте лайки пишите свое мнение в комментариях и кто еще не подписан на мой канал милости просим подписаться до новых встреч друзья всем привет друзья сегодня у меня на канале такой необычный для обычного потребителя рецепт сегодня мы приготовим шашлык из субпродуктов в сальной сетке у меня на канале уже есть несколько видео приготовления различных шашлыков из субпродуктов и есть несколько рецептов именно приготовления шашлыка в сальной сетке там я готовил свиную печень с овощами есть также просто рецепт говяжьей печени в сальной сетке сальная сетка представляет собой такую вот оболочку с жировыми прослойками и такой вот тоненькой пленочкой эту сетку очень хорошо использовать именно для шашлыка из субпродуктов так если вы например будете готовить шашлык из сердечек или из печени то этот продукт сам по себе немного суховат а благодаря тому что мы будем использовать сальную сетку она плотно обволакивает эти субпродукты не дает чрезмерно выделиться соку и благодаря своим сальным прожилкам пропитывает шашлык добавляя ему сочности главными продуктами из которых мы сегодня будем готовить шашлык являются бычьи семенники как их называют бычьи яйца у меня наличие два комплекта то есть четыре штучки и свиная печень все продукты свежие только что купленные на рынке предварительная перед приготовлением замочил на три часа в слегка подсоленной воде а перед этим хорошенько субпродукты вымыл под проточной водой сальная сетка также была на несколько часов замочена слегка подсоленной воде бычьи семенники хочу показать покрытый очень такой плотной толстой кожей которая не используется нашем рецепте нам необходимо будет разрезать вдоль всего семенника это оболочку выкинем а непосредственно будем использовать вот эту саму вот мякоть еще я хочу показать что над плотной такой вот оболочкой есть маленькая такая вот тоненькая пленочка ее тоже необходимо предварительно удалить итак приступим к приготовлению удалим эти пленки и толстые оболочки из семенников нарежем порционно печень у печени также будем удалять различные прожилки сосуды все что нам не нужно будет для приготовления этого шашлыка вот такого друзья необходимо нам добиться результата мы отделяем семенник от такой плотной ткани хочу сказать что производить такие манипуляции необходимо очень осторожно так как этот продукт очень нежный и его можно легко повредить сначала мы надрезаем вот эту кожу по всей длине и затем вот так вот надрывая извлекаем потихонечку так вот по всей площади эту плотную ткань хочу сказать что по весу примерно одинаково что отходы что необходимый нам продукт поэтому шашлык и вообще любые другие блюда из бычьих семенников очень ценятся продаются в дорогих ресторанах за базнословные деньги так что если вы на рынке встретите этот продукт не проходите мимо это вкусно и намного дешевле конечно же чем в ресторанах и так вот друзья такая тонкая можно сказать работа сапера проделана эти отходы не выкидывайте отдайте их домашним животным они скажут вам только спасибо отпускаем бычьи яйца минут еще на 30-40 сотейник с водой куда я добавил немного уксуса и соды для того чтобы удалить специфический запах этого продукта пока в сотейнике находятся бычьи семенники мы займемся печенью и так вот друзья я подготовил печень удалил все ненужное нарезал на порционные кусочки и сразу же замариновал значит для маринада я использовал вот здесь у меня килограмм свиной печени 2 чайных ложечки специй я взял кориандр и хмели-сунели по чайной ложечке добавил столовую ложку соевого соуса немного посадил и еще добавил две столовых ложки винного уксуса все это хорошенько я перемешал и отправлю на полтора часа промариноваться в холодильник вот и подошло время промариновать слегка бычьи семенники я извлек их из воды дал стечь им лишней влаги переложил вот в отдельную мисочку и замариную их в следующих компонентах добавила сюда немного растительного масла немного добавил соевого соуса 2 чайных ложечки готовой горчицы и чайная ложечка специй тут я использовал и черный молотый перец и молотый кориандр все это сейчас хорошенько перемешаю и тоже отправлю промариноваться в холодильник где-то на полтора часа вот еще хочу дополнить что сделал я такие вот поперечные надрезы чтобы хорошенько проходил во внутрь маринад шашлык я буду готовить из целых бычьих семенников так как из них выделится большое количество влаги и они значительно уменьшатся в размерах и так вот друзья после того как наш будущий шашлык промариновался мы запечатываем его как бы так сказать конверт то есть обволакиваем приготовленной нами сольной сеткой вот так вот выглядят завернутые в сольную сетку кусочки промаринованной печени и также я буду заворачивать бычьи семенники в эту сольную сетку еще хочу провести такой вот эксперимент не знаю ни разу не готовил и нигде не видел чтобы кто-то приготавливал скомбинировать бычьи семенники и кусочек печени для этого я разрезал пополам семенник размещу в нем кусочек печени завернул сольную сетку это будет такой вот эксперимент хочу попробовать затем в конце видео поделюсь с вами своим впечатлением итак вот все уже готово к тому чтобы отправить будущий шашлык на мангал напомню что один кусочек бычьих яиц у меня с комбинированной с печенью и 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 так вот результат всех наших стараний отлично прожарилась печень в сальной сетке и вот результат бычьи семенники хочу сказать что эти два продукта если будете готовить обязательно необходимо жарить по отдельности так как температура приготовления у них разная покажем вам в разрезе все эти продукты сейчас посмотрим печень в разрезе с сальной сетки как видим друзья отличная срочная мякоть внутри печени сейчас мы разрежем и продегустируем бычий семяник в который я вложил кусочек печени вот такой друзья имеет вид очень пахнет и очень сочный получается шашлык так что рекомендую приготовление и 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 привет друзья сегодня очередное блюдо из бычьих яиц у меня на канале кто хорошо знаком с моим кулинарным каналом тот наверное знает что иногда у меня проскакивают рецепты приготовления бычьих яиц сегодня же очередное блюдо а именно будет приготовлен шашлык в духовке из бычьих яиц вот у меня есть два комплекта бычьих яиц для начала мы хорошенько помоем возьмем где-то пол литра воды и разведем в ней столовую ложку с горкой соли и так вот выдержим 3 часа бычьи яйца затем нам необходимо приготовить маринад в котором мы замаринуем бычьи яйца для этого мы возьмем столовую ложку соевого соуса 25 грамм винного уксуса чайную ложку растительного масла пол чайной ложечки соли и чайную ложечку любых ваших любимых специй моем случае я взял смесь перцев хмели-сунели и совсем немножко острого молотого перца чили спустя три часа отварим бычьи яйца в кипящей воде в течение пяти семи минут и так вот после 7 минут варки бычьи яйца остыли до комнатной температуры и мы удалили с них всю шкуру как всегда шкуры очень много отходы получается раза в два больше чем сам съестной продукт из-за этого и считается это блюдо деликатесом для приготовления нашего шашлыка нам понадобится еще бекон или вот как моем случае панчетта рецепт приготовления панчетты кому интересно есть у меня на канале я предварительно подержал в морозилке панчетту чтобы она нарезалась такими вот тоненькими ломтиками вот в эти ломтики панчетты будем заворачивать кусочки бычьих яиц и жарить шашлык в духовке шашлык будем делать на деревянных шпажках таким вот образом мы нанизаем кусочки отваренных бычьих яиц на шпажки и чередуем их панчеттой вы же можете использовать бекон или грудинку сверху мы обильно смазываем маринадом и оставляем вот в таком виде промариноваться наши будущие шашлычки течение получаса после того как шашлычки наши промариновались минут 30 отправляем в разогретую духовку при температуре 180 градусов минут на 15-20 привет всем подписчикам моего мужского канала если вы любите шашлык так как люблю его я то предлагаю вам приготовить сегодня шашлык из свиных ребрышек ребра только что купленные с рынка не замороженные свеже так сказать разделанные желательно покупать ребрышки с такой вот мясистой частью я приобрел примерно кило двести кило триста свиных ребрышек ребрышки предварительно мы помоем обсушим бумажным полотенцем и нарежем на порционные кусочки за что я люблю шашлык из ребрышек это за то что ребрышки имеют сольную прослойку которая обеспечивает сочность приготовленному блюду поэтому такой шашлык всегда расходится на ура а еще вкус нашего блюда определяет маринад который мы приготовим из жидких составляющих и сухих для приготовления маринада нам понадобится 30 миллилитров растительного масла по 3 столовых ложки соевого соуса и винного уксуса если же у вас нету винного уксуса можно взять 100 грамм домашнего хорошего вина также нам понадобится столовая ложка готовой горчицы из сухих ингредиентов мы возьмем по пол чайной ложечки хмели-сунели молотого кориандра сладкой паприки молотого мускатного ореха также я взял две чайных ложечки крупной морской соли для приготовления маринада смешаем все эти ингредиенты хочу сказать еще что этот рецепт также отлично подойдет бараньим ребрышкам или говяжьим теперь хорошенько размешаем ингредиенты для маринада до однородности маринад приготовлен ребрышки промыты просушили мы их бумажным полотенцем и так как я буду готовить ребра на решетке разделил на три равных части если же вы будете жарить на шампурах то ребрышки необходимо будет разделить где-то по два кусочка вот так вот сейчас мы пропитаем ребрышки приготовленным маринадом также хорошенько нанесем слой маринада на ребрышки с обратной стороны итак вот друзья насытив таким вот образом ребрышки маринадом отправляем их в холодильник промариноваться на два-три часа тем самым можно заняться разведением костра пока прогорает костер хочу друзья порекомендовать приготовить овощи гриль это совсем не сложно а закуска получившиеся из этих овощей очень ароматная и отлично подойдет к нашим ребрышкам для этого помоем несколько спелых болгарских перцев и баклажан разместим их на шампурах итак друзья пока прогорает костер мы с огромным удовольствием приготовили овощи гриль а именно зажарили баклажаны и болгарский перец и сейчас мы из них приготовим ароматную закуску мы очистим их от кожуры нам необходимо сама мякоть также приготовим соус который мы польем овощи гриль соус входит растительное масло измельченный чеснок немного уксуса и соли также нам понадобится немного измельченного свежего укропа сделав небольшие надрезы в овощах поливаем их приготовленным соусом итак вот пока готовились овощи на гриле угольки покрылись красивым белым пеплом это означает что жара достаточно для приготовления наших ребрышек промариновавшись несколько часов в холодильнике помещаем ребрышки на сетку или если вы резали на небольшие кусочки на шампура приступаем к жарке ребрышек итак вот друзья доводим ребрышки до красивой аппетитной румяной корочки и подаем к столу итак Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию очень необычный шашлык. Необычен он и по вкусу, и по ингредиентам, из которых он готовится. Сегодня мы будем готовить хан-кебаб. Или же еще, как его называют, ханский шашлык. Для приготовления такого шашлыка нам понадобится печень, желательно баранья или говяжья. В моем случае я еще взял куриные сердечки и немного нарезал сало пластинками. Обязательным ингредиентом в таком шашлыке будет сольная сетка. Итак, вот от сердечек мы удалили сосуды, лишний жирок, разрезали пополам, немного посыпали солью и специями. Баранью же печень, в свою очередь, я замочил на полтора часа в слегка подсоленной воде. То же самое я проделал с сальной сеткой. Затем я с бараньей печени аккуратно удалил пленочку, разрезал на порционные кусочки и еще раз хорошо промыл под водой. Сальная сетка также сама была промыта и нарезана на порционные кусочки. На сальную сетку мы выкладываем кусочек печени, кусочек сала и куриное сердечко. Добавляем еще немного специй и завертываем в конвертики наподобие того, как мы делаем голубцы. Жарить хан-кебаб, друзья, мы будем на такой вот гриль-сетке. На ней очень удобно и отлично прожарится такой вид шашлыка. Дождемся, пока прогорят дрова и покроются белым седым пеплом. И будем жарить хан-кебаб с обоих сторон до золотистой румяной корочки. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы шашлык не пригорел, так как сальная сетка обильно выделяет жир, который стекает и вспыхивает пламенем. Поэтому за таким шашлыком необходимо особо следить и быть внимательным. Итак, вот, друзья, наш хан-кебаб готов. Подаем его обязательно со свежими овощами, свежей зеленью. Также в оригинальном рецепте к нему подается соус туз лук. Он делается на основе айрана или кефира, куда можно добавить молотый чеснок, перец и соль. Всем приятного аппетита! Всем привет, друзья! Сегодня у меня на канале замечательное блюдо из мира, блюдо на мангале. Давно хотел приготовить этот рецепт. И вот удалось купить на рынке замечательную такую вот свиную корейку. И приготовим мы из нее отличный армянский шашлык чалагач. Частенько приготовляя различные блюда, я люблю экспериментировать. Добавлять различные специи, экспериментировать с соусами, например. Но рецепт этого армянского шашлыка не терпит различных усовершенствований, так как он уже давно разработан. В нем участвует абсолютно минимальное количество ингредиентов, которые не мешают ощутить вкус нежного и сочного шашлыка. Итак, для приготовления шашлыка под названием чалагач нам необходима такая вот свиная корейка. Обязательно она должна быть с косточкой, с минимальным количеством жирка. Я приобрел такой вот кусочек весом килограмм двести. Мясо хорошенько я помыл, обсушил бумажным полотенцем и нарежем его на порционные кусочки. Также для приготовления этого блюда нам понадобится лук. Его возьмем где-то 3-4 средней головки. Или как у меня таких вот штучек 8 мелких. Также нам понадобится небольшой пучок свежего базилика. Возьмем чайную ложечку соли. Пол чайной ложечки черного молотого перца. И обязательно для приготовления нам понадобится 180 грамм сухого домашнего вина. Итак, приступим к приготовлению. А именно, нарежем мясо на порционные кусочки. Нарежем тонкими полукольцами лук. И измельчим базилик. Итак, вот друзья, нарезали мы корейку на такие вот порционные кусочки. Вся прелесть этого шашлыка, что в нем присутствует и нежная мякоть, и косточка, и жирок, который обеспечит нам сочность будущему шашлыку. Также мы мелко измельчили базилик и нарезали мелкими полукольцами лук. Разместив лук на разделочной доске, посыпем его солью. И теперь мы немного его пожмем рукой, чтобы лук слегка пустил сок. Затем мы добавим к луку базилик. И еще немного помнем рукой, тщательно перемешав с луком. Вот такой вот вид принял лук с базиликом. Остатки соли мы смешали с черным молотым перцем. И слегка посыпали порционные кусочки чалагача, немного помассировав, вдавливая в само мясо. Так мы проделали с двух сторон этих кусочков. Возьмем мисочку. На дно добавим немного лука с базиликом. Затем выкладываем порционные кусочки мяса. Хорошенько распределяем поверх каждого кусочка еще лук и базилик. Выкладываем оставшиеся кусочки. Сверху распределяем весь оставшийся лук. Стараемся тщательно разместить его по всем кусочкам мяса. Все, что нам осталось, это залить чалагач вином. Сверху размещаем какой-нибудь пресс. И отправляем в прохладное место мариноваться. Хочу сказать по времени маринования. Минимальный срок маринования такого шашлыка составляет 3-4 часа. Лучше же будет, если оставить шашлык мариноваться на ночь. Итак, друзья, мариновался чалагач у меня около 5 часов. Отличный цвет приняло мясо. Очень насытилось ароматами специй и вина. Сейчас мы разожгем огонь. Дождемся прогорания дровишек. Я буду использовать дрова фруктовых деревьев. Это будет вишня и абрикос. Нанизываем чалагач на 2 шампура, стараясь захватить как можно большую площадь кусочков мяса. Итак, друзья, дровишки прогорели. Начинают покрываться таким вот белым пеплом. Это говорит о том, что уже можно шашлык ставить на мангал. Для начала нам необходимо как бы запечатать мясо с двух сторон, чтобы образовалась такая корочка, и она сохранит всю сочность внутри каждого кусочка. Итак, друзья, на углях мы прожарили чалагач минут по 15 с каждой стороны. И еще хочу вам рассказать, сделаем небольшой стрижок. Минуты за 2-3 до готовности разместим на углях молодые веточки вишни. Или можно положить мяту, листья смородины. Это даст особую пикантность и аромат нашему шашлыку. Идем костюм. Здравствуйте, уважаемые друзья! Уважаемые подписчики моего кулинарного канала, сегодня мы приготовим очень вкусное блюдо под названием свиной челогач. Челогач является одним из вариантов приготовления шашлыка. Этот способ приготовления шашлыка очень популярен на Кавказе, да и мы славяне никогда не откажемся от удовольствия попробовать такой ароматный и сочный шашлык. Под названием челогач. Челогач обычно готовится из свинины, именно из такой вот корейки, которую мы разрезаем на такие вот порционные кусочки. Здесь идет и биточная часть, и ребрышко, кусочек. Есть также такие вот сольные прослойки, которые обеспечат нам сочность нашему шашлыку. На это количество мяса нам понадобится такой вот букет специй. Возьмем чайную ложечку крупной соли, в моем случае я взял морскую соль, по пол чайной ложечки различных специй. Специи подбирайте под свое усмотрение. В моем же случае я взял немного кориандра, сладкой паприки, сушеные ароматные травы, а именно сушеный розмарин, молотый мускатный орех и сушеный базилик. Все это мы смешаем в однородную просолочную смесь и хорошенько натрем приготовленные кусочки мяса. Хочу еще сказать, что перед просаливанием я слегка отбил молоточком биточную часть наших мясных кусочков. Вот так вот, хорошенько насытив специями наши кусочки мяса, оставляем промариноваться в холодильник буквально на 2-3 часа. Итак, друзья, прошло 2 часа, мясо наше отлично промариновалось и насытилось ароматными специями. Еще хочу сказать, друзья, что готовить челагач мы будем в духовке на такой вот доске гриль. Такая доска специально предназначена для приготовления блюд в духовке. Иногда ее можно использовать даже на мангале. Очень хорошо на ней приготовляется блюдо из мяса и рыбы. Предварительно доску гриль необходимо замочить на часа 2-3 в воде. Затем хорошенько мы одну из поверхностей смазываем растительным маслом, куда мы непосредственно уже будем выкладывать наше мясо. Если же у вас нету такой доски гриль, прекрасно шашлык приготовится на обычном противне, устеленным фольгой. Итак, вот мясо мы разместили на доске гриль и отправляем его теперь в духовку при 190 градусов минут 40-50. В зависимости от толщины ваших кусочков мяса. Если же вы готовите так, как я на доске гриль, не забываем под низ установить противень, для того, чтобы на него стекал выделяющийся жирок. Итак, друзья, вот спустя минут 45 наш челагач отлично прожарился в духовке. Посмотрите, какой он получился сочный, нежный. С такой вот красивой румяной корочкой гриль-доска выделяет небольшой дымок. И благодаря этому дымку мясо наше получается, как будто оно было приготовлено на костре. Кому понравился такой рецепт, пользуйтесь на здоровье. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok